Вентиляция шикарнейшая. Я ночью оставляю сетку, и вентиляция проходит, тут и просыпаешься, восход солнца, лежишь и наслаждаешься природой. От Калининграда до Владивостока в походных условиях. С палаткой Игорь Скикевич объехал всю Россию. В местах бывал разных, но вернулся на свою малую родину, Дальний Восток. Остановился полюбоваться природой у друга Сергея в Изумрудной долине. Обычно в таких ситуациях люди опускают руки. Сидят дома, замыкаются в себе, то есть максимум интернет. А здесь человек полностью взял и поехал. То есть, несмотря ни на что, без спонсоров практически, на свой страх и риск, через всю Россию. Наша камера успела запечатлеть момент вручения почетной грамоты. Скромные без публики. Товарищам это и не нужно. Обмен рукопожатиями. Ладонь у Игоря крепкая, как и его характер. Ошибка врачей стоила ему полноценной жизни. В ходе судьбы банальный грипп, простуда привела к тому, что нарушилась, значит, стало здоровье ухудшаться. И некомпетентное лечение доктора, врача, это привело именно к разрыву спинного мозга. Удаление шейного позвонка, полный паралич тела и все. И оказался полностью прикон на кровати. Врачи вынесли неутешительный вердикт. Всю жизнь быть парализованным. Но Игорь не сдался. Вопреки прогнозам, научился двигаться заново. Путь реабилитации был долгим и трудным. Но путешественник справился. Вот это я понял. Если я сейчас раздамся, то я не узнаю, что будет дальше. То есть, само любопытство. Что, например, 10 лет, 5, год. Мир-то меняется. Меняется и наука, и медицина. То есть, все равно, может быть, наоборот. Девиз паратуриста «Верить в себя, жить по мечте» стал лозунгом для его мотивационной программы. С ней он выступает в городах России. Инвалидность – не помеха для исполнения мечты. Путешественник прыгнул с парашютом с высоты 3,5 тысяч метров. В планах у Игоря Скикевича посетить каждый уголок России и в ближайшем будущем покорить новую высоту – японскую гору Фудзи. 16 августа в городском музее состоится встреча с путешественником, на которой он расскажет о своей мотивационной программе.